Санкт-Петербург Просветительского марафона искусства познания В ближайшие минуты мы поговорим о том, действительно ли с женщинами работать проще и почему дирижеров называют ласковыми диктаторами Я рад приветствовать на этой сцене художественного руководителя и главного дирижера женского симфонического оркестра Ксению Жарко Здравствуйте, Ксения! Ваши аплодисменты, друзья! Вам слово Дорогие друзья, приветствую вас! Спасибо огромное, что пришли, несмотря на всякие пандемии и так далее, разные страшилки современные Дорогие друзья, я хочу начать с того, что я счастливый человек Потому что я всю жизнь занимаюсь любимым делом И вот 10 лет назад мы с Максимом Пурыжинским создали коллектив «Женский симфонический оркестр» Как вы знаете, существует много в мире джаз-бендов женских, женских струнных оркестров А вот симфонического что-то я как-то не знаю И даже боюсь предположить, что, быть может, мы вообще единственные в мире И в нашем коллективе 16 музыкантов Большинство из них студентки, выпускницы Московской государственной консерватории и Академии Гнесиных И вот в грядущем 2022 году нас ждет десятилетие нашего коллектива Мы играем музыку совершенно разных стран, всех стран, всех стилей, всех направлений Мы универсальны И в наших программах с легкостью сочетаются Александр Цфасман, такой советский джаз и Густав Малер Но особое место в наших программах занимает русская и венгерская музыка И даже президент Венгрии, я вот сейчас немножко похвалюсь, вручил нам серебряный почетный крест Венгрии за вклад в венгерскую музыку И причем он написал женскому симфоническому оркестру и художественному руководителю Нам это очень приятно Коллектив постоянный участник ярких событий России и мировых событий В частности, мы играли в Кремле на первой российской национальной музыкальной премии И у нас было очень интересное выступление, знаете, у нас в Москве проходит такой фестиваль «Лучший город зимы» Где вот на стадионе мы выступали 7 января Слава Богу, Господь смилостивился над нами и не дал минусовую температуру Мы где-то выступали при плюс 10 и в течение часа играли вальсы Это было такое лазерное 3D-шоу «Рождественский вальс» режиссера Алексея Сеченова И мы вместе с артистами Большого театра и с артистами МХАТа играли Мы аккомпанировали и играли в течение часа вальсы всех времен и народов Поэтому наш оркестр можно еще назвать самым морозоустойчивым в мире Вот, друзья Значит, что еще у нас? География наших международных проектов также широка Помимо венгерских проектов, да, у нас в частности ежегодно Мы приглашаем солистов, мы и Венгерский культурный центр, посольство Венгрии в Москве Приглашаем солистов умопомрачительных в Будапештской оперетте И делаем галоконцерт вместе со звездами московской оперетты Также в Большом зале консерватории у нас такое было интересное мероприятие Музыкальная стафета от Олимпийского Сочи в Южнокорейский Пхенчхан Такая была музыка в Вышеградской четверке, играли в фестиваль Индии Но особое место также в жизни нашего оркестра занимает историю любви с оркестром Ну, собственно говоря, женский симфонический оркестр, в общем, такая специфика своего рода И мы делаем очень интересные истории любви с великой симфонической оркестровой музыкой В частности, вот у нас был к 200-летию Тургенева был спектакль любви Тургенева и Полины Виардо И мы были удостоены, даже наш спектакль занял призовое место в фестивале Тургеневская Москва в Москве И как лучший спектакль, связанный с Тургеневым И также Илза Лиепа, наша главная героиня, она тоже как лучшая актриса в произведении Тургенева Вот, также у нас недавно, опять же, с Илзой Лиепой вышел спектакль в Большом зале консерватории был показан «Жизнь Песлов» к 85-летию Мариса Лиепы И всех, друзья, будем рады видеть у нас новая премьера 9 декабря Милости просим в Москву, в Московском международном доме музыки У нас премьера спектакля «Высоцкий» о любви Высоцкого и нашей замечательной Марине Владе Нашей замечательной французской Марине Владе Вот, это у нас спектакль Марии Соколовой, инициированной Марии Соколовой И в главной роли Дмитрия Харатьян Поэтому всех, друзья, будем рады видеть Вот, а сейчас, мне кажется, давайте перейдем к живому общению Ведь пока есть возможность, надо пользоваться живым общением Поддерживаю Вашу инициативу Я прошу волонтеров, которые находятся здесь, в зале Реагировать на поднятые руки Пожалуйста, друзья, есть ли вопросы среди тех, кто находится в зале? Пока Вы стесняетесь, возможно, формулируете Ага, вот уже есть вопросы Я лишь хотел сообщить о том, что все те, кто смотрит нас онлайн Могут на сайте Общества Знаний, а также в наших социальных сетях В группе ВКонтакте, поставив хэштег и указав фамилию нашего спикера Прислать вопрос Возможно, кто-то просто стесняется взять микрофон Сказать, не упускайте эту возможность Присылайте нам Ваши вопросы Мы обязательно их увидим, прочтем и, я уверен, ответим Пожалуйста, как Вас зовут? Добрый вечер, Новиков Никита Александрович Волонтерская рота и вопрос такой Многие современные исполнители делают совместные проекты с симфоническими оркестрами Вот Как Вам такая идея? С кем бы Вы хотели сыграть? И вот такой вопрос Спасибо Вы имеете в виду каких? Поп-исполнителей или каких исполнителей? Любых исполнителей, потому что, насколько я знаю, были и с рэп-исполнителями, и поп-исполнителями К примеру, Ханс Циммер, он недавно коллаборировал с Билли Айлиш для «Бонда последнего» Ну вот, в таком стиле Ну, спасибо большое за вопрос Дело в том, что мы все время делаем разнообразные программы, вообще открыты к сотрудничеству И в частности, наше боевое крещение нашего коллектива женского симфонического оркестра Произошло 1 июня 2012 года именно как раз на премии Муз-ТВ Да, это было десятилетие премии Вы знаете, я мечтала о женском оркестре А когда о чем ты мечтаешь, посылаешь сигнал в космос И вселенная каким-то образом тебе дает такую возможность И меня пригласили продирижировать эту премию, потому что решили сделать все пафосно И тогда, собственно говоря, у нас и родилась идея, помимо того, чтобы женщина-дирижер участвовал Еще чтобы все были женщины И там как раз, вот со всеми, кто вообще у нас на нашем таком небосклоне И тогда, и тогда мы со всеми все, там, не знаю, и с Сергеем Лазаревым, и с Дмитрием Биланом Такие всякие неожиданные у нас разные были всякие истории Плюс, вот опять же, Российская национальная музыкальная премия в Кремле Тоже совершенно там интересная Мы Эдуарда Артемьева с Дмитрием Биланом, да, пели, с Димой Биланом Пели из фильма «Герой» Совершенно изумительная, умрачительная музыка Вот можете послушать хотя бы в Ютьюбе Все это, все это есть А плюс еще, я прошу прощения, вот тогда уже Вот, Коля, вот, например, вот сейчас, 28-го числа, вот если Можно сказать, да? Да? Ну, там кусочек на НТВ, сейчас идет проект Там «Ты супер!» И нас вот тоже пригласили, мы там в одном номере участвуем Вот, тоже такие вот интересные кроссоверы Вещи мы любим, в плане того, что главное, чтобы это было талантливо Ну, талантливо, чтобы человек был очень креативный, который нас приглашает А как вы, в принципе, относитесь к той мысли, что в музыке все ли можно вот так смешать, замешать, кроссовер сделать? Или все-таки есть какие-то направления, которые Обратитесь к вам, Ксения, давайте сделаем, скажешь, нет, например, не хочу никого видеть Рэп с симфоническим акцентом? Нет, все же рэп — это своя культура, а у нас более классическая Или вы за любую идею и готовы, открыты всем Именно с точки зрения направления Я сейчас не хочу выделять певцов, чтобы вы сказали, этот не умеет петь, с ним не буду А вот с теми, кто умеет петь, с теми буду Вы знаете, у нас же в первые полдня была дискуссия на тему провокации и искусства И там, собственно говоря, вот как раз я приводила в пример Константина Сергеевича Станиславского высказывание, да Что в искусстве возможны любые эксперименты Я сейчас не точно цитирую, но по смыслу пытаюсь Значит, возможны любые эксперименты, главное, чтобы это было художественно убедительно, вот скажем И обоснованно художественно Ради бога, можно любые миксы Вообще, вы знаете, наш там, как скажем, конец 20-го и 21-й век Это вообще, вы знаете, не эпоха чистых жанров Это именно эпоха смешения Вот прелесть жанра происходит в смешении жанров Вот что когда-то почувствовал Вагнер, вот этот ток нашего времени, 20-21 век Ведь он тоже, понимаете, он же тоже, у него полнейшее смешение жанров Он же вмешивался во все, и в сценографию, и в текст, и так далее Он такой реформатор был Поэтому у нас время именно смешения жанров И чудо происходит на стыке жанров, понимаете? Вот так мне кажется А как вам кажется, в будущем это будут какие-то новые жанры, или все же потом мы вновь разделимся, возможно, и жанры станут более самостоятельными? Вы знаете, это... История цикличная, я вот к чему, что мы иногда восхищаемся классикой, потом говорят, смотрите, смешали еще лучше, посмотрели на это с третьей стороны, а потом так нет, приходит новый поколение, говорит, когда-то же было хорошо, зачем они все это мешали? Вы знаете, я вот этот вопрос, если позволите, вы мне, значит, мяч передам вот туда, вот в эти ворота И, пожалуйста, мне вот интересно ваш взгляд на это, будут ли вот жанры такие чистые, или вот именно смешение, вот этот микс, он останется? Вот интересно вот ваше мнение Да, пожалуйста, поднята рука рядом с нашим оператором Как вас зовут? Представьтесь, и ваше мнение нам очень ценно и интересно Добрый вечер, меня зовут Настя На самом деле, уже много раз исследовался такой вопрос, в том числе и о культуре, и в различных видах искусства Как мы рождаем шедевры? Можно, наверное, так обозвать этот вопрос И в целом, есть же поговорка, все новое, это хорошо забытое старое У нас меняется, скажем так, постепенно развиваясь какое-то направление Оно приходит к какой-то своей точке, и люди, насытившись им, обращают внимание на что-то другое К сожалению или к счастью, это просто природа человека Мы не можем вечно наслаждаться чем-то одним, мы постоянно меняем свою точку зрения Если сейчас для нас приоритетно как раз-таки ново и необычно Чтобы было все в смешении, было все необычно, какие-то еще новые направления То, возможно, пройдет еще, может, несколько лет, может быть, даже несколько месяцев И человек обратит внимание, опять же, к своей такой идее, что мы хотим услышать вот эту чистость, оригинальность В конце концов, вот эта цикличность и смена культуры, это, скажем так, естественный ход вещей Он просто по спирали развивается и открывается по-новому Но основу мы всегда берем из чего-то, на что мы обращаем внимание, что мы видим И нашу историю в том числе Какая у нас замечательная аудитория Недаром действительно культурная столица, да, вот потрясающая Вот Есть, возможно, альтернативные мнения, пожалуйста, дайте микрофон молодому человеку Как вас зовут? Андрей Очень приятно, Андрей, ваш вопрос или ваша ремарка? Ну, знаете, нам уже показывала история нашего, ну, в принципе, мирового искусства То, что ренессанс возможен Как бы возвращение куда-то назад, на век, на полтора века назад, на два века назад Я сам по себе театральные идеи, видите ли, это меня как-то воодушевляет постоянно Я все-таки за какую-то идею, мысль, посыл, а не за идею пережмака, который вечно улыбается и играет из себя какого-то клоуна Спасибо, да, хорошее мнение Вот такие разные мнения в нашей студии Есть ли еще среди тех, кто собрался у нас здесь, в Музее современного искусства, в Эрарте, желающие высказаться? У нас, Андрей, вообще стойкий человек, ведь он, тут уже было время нашей дискуссии И ваш вопрос про Егора Летова просто огромный имел успех среди наших экспертов Да, да, да А вот скажите, понятно, что весь мир меняется, и как раз-таки ребята говорят о том, что все циклично Но так или иначе мы наблюдаем смешение стилей, появление новых направлений С точки зрения, например, языка, я как филолог могу сказать, что это более заметно уху дилетанта Мы все слышим, как меняется язык, мы можем с этим соглашаться, не соглашаться, мы можем говорить красиво, можем подавляться каким-то простым выражением, которые по сути являются неграмотными В музыке так ли легко услышать вот эти легкие изменения уху непрофессионала, у тех, у кого нет музыкального профессионального образования На что обратить внимание, не знаю, в тех мелодиях, в ваших выступлениях, может быть, вы выделите какие-то аспекты века 21-го, чем эта музыка, помимо того, что это эксперимент, помимо того, что это микс Вы знаете, мне кажется, что истинное искусство, в общем, и человек неподготовленный поймет, правда Потому что, вы знаете, можно любой шедевр, который, ну не знаю, из мобильного телефона, ты знаешь и так далее, но сыграть совершенно не наполнено, смыслом, содержанием не наполнено Понятно, что сейчас зрительный, сейчас другой темпоритм, сейчас, естественно, другие темпы И понятно, что человек, каждую, в общем, нужно, чтобы была динамика, чтобы было развитие, и главное, что для чего То есть, поэтому вот с женским симфоническим оркестром мы стараемся, например, каждую нашу фразу, да, даже если это сложное какое-то сочинение Но сыграть, ну, во всяком случае, вдохнуть в это смысл, понимаете? Потому что, когда это выхолощено, вот это все утомляет, когда это все выхолощено, когда это не связано с эмоцией, с переживанием Вот мое такое ощущение, вот и все Музыка гонится за временем, соответствует, вот, вы говорите, у нас действительно меняется темп, мы уже по-другому общаемся, нам практически нет расстояний благодаря мобильной связи Можно позвонить, можно увидеться, можно отправить фотографию, видео еще 20 лет назад Сказал бы, я кому-то пришлю тебе фотки на мыло, можно было бы отправиться в соответствующее медицинское учреждение за такую фразу, потому что тогда это было невозможно Сейчас жизнь летит Музыка, как-то вы чувствуете соответствие? Безусловно, музыка меняется, понятно, у композиторов сейчас очень сложная задача, да, безумно сложная задача И просто не позавидуешь нашим композиторам, да, вот, но, естественно, все это меняется Единственное, что в этой погоне не потерять бы себя, почему? Вот тут просто, вы знаете, для меня единственное искусство делится и музыка делится Вот, плохая, талантливая есть, то есть есть бездарная, скажем, да Так и есть Да, 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 неважно в каком жанре, будь то симфоническая музыка, да, а есть талантливая и наполненная, понимаете, что-то она дающая, дающая какую-то энергетику Да, да, да еще какую-то, там, не знаю, философию и так далее И я к чему веду, что даже, вы знаете, вот, например, вот недавно, вы помните, вышел сериал, ну, какое-то время назад, Валерия Тодоровского «Оттепель» Вот, казалось бы, да, там есть длинные планы, казалось бы, да, казалось бы, по идее, да, вот с ними кто-то другой было бы занудно, были бы провисания, да, а снято потрясающе, что не оторвешься, потому что это сделано талантливо Вот и все, хотя, и мне безумно нравится, вот посмотрите, это мой, один из моих просто любимых сериалов «Оттепель», да, это про взаимоотношение людей, про вот это все И, кто не видел, да, и тут именно замечаю, мне нравится темпоритм, что он немножко как в джазе, вот он такой неспешный И в этом есть возможность раскусить аромат этого вина, понимаете, раскусить вот это время Вы заговорили про образы, в том числе и в кинематографе, а я вернусь к вашему образу, я знаю, что вас называют огненной амазонкой, амазонкой за пультом, огненной мадемуазель И это действительно соответствует вашему образу, ведь у вас всегда элегантное платье, каблуки, распущенные волосы Но, наверное, кто-то из коллег по цеху может сказать, Ксения, да посмотрите, там, зарубежные коллеги предпочитают строгие костюмы, какой-то более классический вид Что вы им на это отвечаете, и как вы считаете, насколько действительно внешний вид, внешний образ помогает и влияет на внутреннее состояние И, соответственно, на состояние того же оркестра и жанра, и настроение выступления Вы знаете, конечно, спасибо большое за комплименты, но, конечно, мой образ, он немножко, как бы, я знаю свои недостатки образа И, в общем, оставлять желать лучшего, да, потому что я-то как таково за образом никогда, к сожалению, мне не хватало на это Но я этим займусь, вот прямо сейчас приеду из Питера, этим займусь, да Вот, но в целом, мне кажется, что для меня всегда важна была сущность И вот я не помню, кому принадлежит такой вот, то ли Дунаевский, Исаак говорил, да Что для того, чтобы очаровать девушку, мне нужно просто, чтобы меня поднесли к роялю, и все Все там, женщины мои, я не помню, кому этот цитат принадлежит То же самое, вот, вы понимаете, мне кажется, когда вот мы оказываемся за нашим любимым делом, за нашей работой То уже действуют совершенно другие механизмы Не то, что там что-то там положено, что-то там вот так вот привыкли видеть такого дирижера Подключается уже совершенно другое, уже харизма человека Вы допускаете, скажем, такой неклассический процесс и неклассический подход Потому что действительно бывают и не только среди музыкантов люди, которые придерживаются каких-то, скажем так, устоев Которые все понятно, дирижер, кто-то очень строгий, обязательно во фраке Обязательно какой-то, возможно, эмоциональный человек И всегда в разные эпохи мы знаем представителей того или иного вида искусства Которые как раз-таки удивляли, возможно, своим внешним видом Возможно, своей какой-то авторской подачей Как вы считаете, насколько здесь широки или узкие границы Если кто-то, например, из тех молодых людей, которые сейчас находятся в зале Или наблюдают за нами посредством прямой трансляции Может быть, они мечтают стать дирижером и думают Нет, ну я обязательно буду вот таким Стоит ли на кого-то равняться в этом смысле Или можно вносить что-то свое Насколько смело можно это делать Ну, вы знаете, мне кажется, ну просто надо влюбиться, естественно, в эту профессию Я говорю такие простые истины, да, такие вот вещи Что, ну просто полюбить умопомрачительное дело Чтобы ты без этого просто не шаждал жизни Все остальное приложится Мне кажется, все остальное И идти своим путем Понятно, что если тебе что-то нравится Знаете, у одного, да, одно И если что-то нравится, то, естественно, у этого что-то взять Можно перейти Ну а как же, конечно Вы сказали, что в эту профессию надо влюбиться А как вы считаете, во сколько лет это действительно можно осознанно сделать? Потому что мы знаем, что в музыкальные школы детей отправляют с самых-самых юных лет Это очаровательные девчата и мальчишки, которые начинают играть свои первые произведения Будь то фортепиано, скрипка, гитара или любой другой инструмент И понятно, что рано или поздно они действительно могут в какой-то момент задуматься Хм, а вот профессия дирижера мне интересна Может быть, в вашем случае, когда пришла вот эта любовь? В моем случае, так получилось, у меня мама киносценаристка И она, в общем, такая легенда семейная Гласит о том, что, когда она меня еще носила в своем чреве Она писала как раз сценарий к фильму о Шостаковиче Поэтому все 15 симфоний Шостаковича я заранее выучила еще сидя И дальше, вы знаете, скажем так, из детских впечатлений Мы часто видим по телевидению разные трансляции на Западе Когда полные стадионы приходят с детьми Люди на открытом воздухе слушают классическую музыку Вы знаете, это было и в советские времена Потому что когда в Сочи был летний театр И гастролировали оркестры И в частности, я помню, мне было лет пять И в Сочи красота, мрачительный воздух, все И гастролировала оркестр Вероники Дударовой И я помню, у меня было очень серьезное потрясение Такое детское, когда я увидела, они причем исполняли Вагнера И я была просто ошеломлена В восторге от этой безумно красивой волевой женщины Которая управляет вот этой махиной Понимаете, вот это у меня тоже какой-то отпечаток Поэтому, друзья, конечно, великое счастье найти свое дело в жизни Это просто человек, который нашел, ну просто это счастье неимоверное Понимаете, вот поэтому я просто желаю, я уверена, что огромный ждет успех всех И уверена, что многие уже нашли И главное, почувствовали, действительно, это факт При этом я знаю, что, насколько я помню, в Дрездене был у вас интересный случай Когда вам предстояло исполнить Брамса, Третью симфонию И тогда дирижер Колин Дэвис заявил, что Брамс мужской композитор И женщинам он не потил Что вы чувствуете? Николай, как вы эту биографию изучили мою Просто спасибо огромное Я люблю свою профессию И поэтому мне приятно, что у нас с вами интересная беседа Так вот, в такой момент, когда действительно В принципе, представители женских профессий могут не только дирижеров касаться Да, женщина-пилот Сколько людей, это действительно может повернуть в шок Если они услышат, сидя в самолете Хотя женщина-пилот может быть не то, что не менее профессионально, чем мужчина-пилот Она может быть в сто раз лучше водит самолеты И в экстренной ситуации, наоборот, поступит гораздо мудрее и правильнее В вашем случае, когда вы что-то такое слышите Вы с иронией относитесь, вы улыбаетесь Или вы ничего не говорите Просто выходите на сцену и доказываете, что нет мужских и женских композиторов Слушайте, я об этом никогда не думала Вы знаете, вот честно, абсолютно Ну, понимаете, если еще об этом думать, то это просто не хватит Ну, естественно, да Что-то я, знаете, что хотела что-то такое сказать Что-то добавить к предыдущему Ладно, мысль ушла Никого не застав дома Творческие мысли, они действительно посещают И временами уходят Но, возможно, она вернется Мы находимся в прямом эфире Познавательного просветительского марафона Искусство познания А я вот о чем вас еще хотел спросить Вы сказали, что у вас самый мурусус А, вы знаете, вот что я вспомнила Ну, не то, что такая шедевральная какая-то мысль Я помню Вот у меня сын 12-летний Я думаю, ну как же надо, чтобы он какое-то дело в жизни Нашел, 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 нашел Пока вот непонятно, что куда он Что, в общем, ну счет пока еще годы позволяют Все нормально Но вот я помню, я как-то поговорила с одним бизнесменом И у него дети разнопланово занимаются Значит, и, не знаю, мхатовский актер Актерское мастерство учит И доцент консерватории, значит, фортепиано И там кто-то из литературного института Ну, всесторонние языки и так далее И тому подобное А, значит, и он их отдал на Вот они начинают Сейчас в Австрии учатся Вот сейчас скажу Врачебной помощи Горнолыжникам Я говорю, а вот как это так Вот вы так разносторонние Вот такие были успехи у детей Почему вы не повели по какой-то музыкальной части Он говорит, главное, чтобы они могли заработать деньги Если вот они имеют деньги То тогда они могут быть и артистами, и пианистами Вот вы знаете, у меня совершенно другая точка зрения Абсолютно Потому что мне кажется, что надо просто абсолютно заниматься только тем Что тебе огромное колоссальное удовольствие Без чего ты жить не можешь, понимаете И тогда все остальное как-то оно автоматически приложится Вот мне так кажется Вы упомянули профессию актера Я сразу вспомнил свой опыт Когда я тоже не всегда знал Я школу закончил в 16 лет Меня рано отдали в первый класс И поэтому, конечно, особенно в 15-14 Я не мог до конца себе ответить, куда же мне идти Сейчас у меня два высших образования Но тогда, собственно, мысли так же бегали творчески Как у нас с вами здесь на сцене Так вот, один из вузов, в который я пытался поступить Это был театральный Собственно, институт, театральный университет И в тот момент можно было поступать на актера и режиссера Это я просто сравниваю музыканта и дирижера Так вот, когда действительно 16, 17, 18-летние приходят поступать на режиссера Часто звучит фраза, что, во-первых, режиссер — это человек с опытом Нельзя научить в 16, 17, 18 лет Кого-то даже начинать учить на такую должность, такую профессию, как режиссер театральный Нет, поживите Лет в 30 приходите Вот у вас будет жизненный опыт, у вас будет какой-то кулечек за спиной И тогда мы вас научим быть режиссером В случае с дирижером часто ли так звучат? Или в вашем случае это исключительно талант и возраст, когда можно не только мечтать, а учиться и стать потом дирижером? Он неопределен Нет, ну, вы знаете, и насчет режиссеров, и насчет дирижеров Есть такое устойчивое выражение, что дирижирование, например, да Это профессия второй половины жизни Но это бог с ним, не будем мы сейчас на этом зациклиться Мне кажется, надо нашу замечательную аудиторию спросить Вот какие они пути в жизни выбрали Вот интересно, вот мне интересно Какие профессии, что они больше всего любят в жизни, что их привлекает? И кто, возможно, подтолкнул вас сделать правильный А возможно, не всегда правильный выбор Есть же масса историй, когда люди учились Нет, человек сам чувствует Я прошел несколько курсов, потом подумал, нет-нет-нет, я переведусь, переучусь И действительно нашел себя в жизни Есть ли готовые поделиться вашим жизненным опытом? Какие у вас мысли? Да, пожалуйста, да Расскажите, как складывался ваш профессиональный жизненный путь? А можно потом еще вопрос, Ксения? Конечно, потом вопрос сначала, расскажите Я вообще поступила на юрист, но в целом я знаю, что я пойду на графического дизайнера И в целом в игровую индустрию Потому что как-то я пересмотрела, не знаю, когда-то Blizzard, наверное У них игры такие, вот Warcraft можете знать, Overwatch там И не так красиво были визуализированы, что я влюбилась в это И решила, что 100% я пойду туда Я купила эти курсы дорогущие И я сейчас обучаюсь этому Ну, в целом я нахожу людей, которые уже разбираются в этом Пытаюсь с ними найти общий язык Там такие слова, что я в жизни их не слышала И я постоянно все же с гуглом С ними в чате и с гуглом, чтобы как-то хоть немного понимать, что они там болтают Но зато как юрист, вы прекрасно знаете об авторских правах На новые произведения И вас уже никто никогда не собьет с правильной дорожки Нет, мне кажется, это достойно аплодисментов, друзья Что человек вот так себя нашел Замечательно, да И у вас вопрос был? Да, вопрос Вы такая интересная женщина Мне очень нравится общаться с интересными умными женщинами И у меня вопрос как раз к вам Как женщине, наверное, все-таки была задета эта тема в мужской профессии Ну, я просто знаю дирижеров мужчин Вот, и именно такой, ну, большой стартап Как женский, вообще, симфонический оркестр Мне кажется, это было очень сложно Как вы вообще конкурировали с, ну, буквально только с мужчинами И чувствовали ли вы это, наверное, да, конкуренцию, это давление? Да, да, конечно, конкуренцию большую Конкуренцию, в смысле, с оркестрами обычными, да? Ну, с мужскими Как они вообще принимали, вот, женщина тут уступила Свой женский оркестр создала в целом Критика же, наверное, была, мне кажется Возможно, шутки, возможно, ирония какая-то Какая-то эмоция была? Или же вас максимально профессионально приняли? Вы знаете, дело в том, что Спасибо большое за вопрос Вообще, вы знаете, меня окружают Очень умные, успешные, талантливые мужчины Вы знаете, вот у меня Я училась у Василия Синайского И у меня еще педагог Просто мое счастье Это Игорь Павлович Штегман был В консерватории Сейчас рядом со мной умнейший человек Это мой супруг Максим Пурыжинский Поэтому мне Я Глупцов что-то не встречала И, честно говоря, каких-то усмешек Но, может быть, они и есть Но мы не обращаем на это внимания Просто делаем наше дело, и все Талантливые и мудрые Возможно, Вы и притягиваете к себе таких же людей Которые также талантливые и мудро Не делят профессии на мужские и женские А просто наслаждаются искусством А, кстати, если вдруг Это для Вас условно кошмарный сон Или какая-то ирония Вот Вы спите, Вам снится Приходит тот и говорит Ксения, возглавьте наш мужской оркестр Забудьте права Женские мужчины требуют женщины дирижера Это для Вас, скорее, страшный сон Что Вы понимаете, что все-таки Женский оркестр, Вы сказали, это Ваша мечта Это Ваше детище Или же, может быть, когда-нибудь Вы примете такое предложение Вы знаете, я частенько хожу налево Шутка, да То есть имейте в виду, что Гастролирую как приглашенный дирижер С другими коллективами Это великое счастье Потому что это взаимообмен И опытом, и энергией И вообще, ну здорово Это счастье Вот в частности Вот у Выше упомянутой Вероники Борисовны Дударова Великая женщина-дирижер Ведь она практически всю жизнь Была главным дирижером Сначала Московский государственный Академический симфонический оркестр И потом она всего один год Была приглашенным дирижером В других оркестрах А потом, значит, и мы очень дружны с ее сыном И он говорит, господи, вот в этот год Наконец-то у меня мама Не нервная Такая расслабленная, мягкая Она говорит, я вот этот год Когда Вероника Борисовна была приглашенным дирижером Не в своем оркестре Это было просто счастье огромное И вот я хочу сказать, что Вы понимаете, ну просто понимаете Такая преемственность, да И вот сын Вероники Дударовой Михаил Дудар Файнштейн Часто ходит на концерты Женского симфонического оркестра И он мне даже Палочку Вероники Борисовны Партитуры подарил, да И я говорю, господи, Михаил Спасибо огромное, что не пропускаете Ни один наш концерт Он говорит, Ксения, вы понимаете? Он говорит, это вам спасибо И так немножко будет нескорблено Но это правда, что он сказал Мне это очень приятно Он говорит, на ваших концертах Я общаюсь с мамой Здорово Он погружает в свое детство Вот этого всего Энергия этой всей жизни Потрясающая история Скажите, похожа ли профессия дирижера И можно ли это сравнить Скажем, с тренером в спорте Потому что мы все знаем Насколько много тренируются Те или иные спортсмены Разных видов спорта Что касается оркестра Ведь это тоже, своего рода, сборная В которой, наверное, тоже возможны Какие-то замены В которых также есть, наверное, конкуренция И вы, как главный тренер Действительно, наверное, можете назначить Одну репетицию А можете и три в день Наверное Я не знаю, я не был в вашем оркестре Скажите, ощущаете ли вы какую-то спортивную нотку И если да, то, может быть, на какой вид спорта Похожа профессия И сам процесс создания Вы знаете, ну, понятно, что дисциплина Нужна Без нее никак не набьешься результаты И так далее Но дисциплина, опять же Обязательно Должна быть любовь И взаимоуважение Я говорю про средства Ну, например Вот Никита Михалков Значит, он говорит, что самое главное На площадке Это для того, чтобы, например, артист играет И все Вот все, кто за камерами Стоят Гримеры Костюмеры Все должны быть в состоянии влюбленности Вот в этого артиста Вот это состояние влюбленности Она не должна Несмотря ни на какие Вот такие будничные моменты Покидать Потому что все равно Тебе с этими людьми Выходить на сцену И творить Понимаете? То есть нельзя Вот там грызть друг друга Но дисциплина, безусловно, должна быть Конечно Что касается дисциплины Опять же Есть стереотипы Есть среди прекрасного пола девушки Которые всегда опаздывают На свидание На работу еще Есть ли в вашем оркестре такие? Если да, то как вы боретесь С тем, что Ну не придет Или опоздает тот или иной музыкант Ведь нельзя начать репетировать И неполноценно будет Вы знаете Вообще у нас Вы женщины очень ответственные Вот просто это Вот ваш замечательный Заслуженный коллектив России Да Вот если взять Времен Евгения Мравинского Да То там был устав Устав до сих пор Заслуженного коллектива Да Это, например На первую репетицию Надо приходить С технически освоенной партией И в общем Вот вы знаете Вот в обычных оркестрах Это достаточно редко Что оркестранты Заранее смотрят ноты Заранее готовятся К репетиции Это достаточно редкий случай Вот в женском Симфоническом оркестре Это есть наоборот Нашу там всю администрацию Заваливают песни Быстрее, быстрее Мне шли эти ноты Я должна подготовиться Вот женщины Они очень ответственные И я их очень люблю Потрясающе Скажите Когда в оркестре Появляется новичок Опять же Мы проводим параллели Со многими видами искусства Есть ли какой-то Может быть ритуал Для человека Который Для девушки Которая мечтает Стать частью вашего оркестра Придет Может быть это Какие-то либо шуточки Либо не знаю Просьба какая-то Либо нужно прийти Может быть с цветами С конфетами Я не знаю Какие-то ритуалы Вхождения Ритуалы Вы знаете Это типично Поздравления Бывает там Ты сам что-то толком Не помнишь Что у тебя там День рождения Ты становишься Пытаешься Например Взмахнуть Например Вагнера играем А то Та-ля-па-па-па И так далее В общем такие вот вещи Всякие Конечно То есть такие сюрпризы бывают А как же Конечно А что касается Вообще микроклимат В коллективе Это крайне важно Крайне важно Микроклимат плюс дисциплина Безусловно И все на дирижере Как на самом Ну и люди такие Вы понимаете Подбираются Вы знаете Вот как-то Какие-то стервозы Они сами как-то отпадают Отпадают И это приятно Как осенние листья А суеверие Есть ли в вашем коллективе Или у вас Мы с вами обсуждали Про то Что когда артист Роняет лист сценария Он обязательно должен За кулисами Сесть и встать Скажем так С прижатым сценарием К мягкому месту Это действительно Такая театральная традиция Для тех Кто не знает Многие артисты Очень суеверны Не дай бог Уронить лист сценария Из рук на пол В случае с музыкантами В случае с партитурой С музыкальным инструментом Есть ли какие-то Похожие моменты Ну вы знаете Это традиционно Если упали ноты Любой маэстро Там Курпулентный Как я Например Да или кто Где угодно Он не находится Обязательно садится На эти ноты Это железное правило Железное правило Для того чтобы Действительно Спектакль Или в данном случае Да Все прошло на ура Ну что же За нами наблюдают Не только те молодые люди Которые собрались здесь В музее современного Искусства Эр-арта в Санкт-Петербурге Но и многомиллионная Армия зрителей Онлайн И они тоже присылают вопросы Сейчас мы увидим Несколько из них Сделать это очень просто На сайте Российского общества знаний Или в наших социальных сетях Вконтакте Просто ставите Хэштег С фамилией спикера И пишите ваш вопрос Итак Что делать Если тебе нравится Твоя профессия Но ты испытываешь Страх самозванца Так что Это в области психологии Анжелика интересуется Страх самозванца Ну возможно Это момент Первого прихода В тот же оркестр Что что-то не получится На тебя как-то посмотрят Не так Нет ну это нормально Знаете Это все-таки не страх Это скорее волнение Волнение Это всегда Знаете Вот всегда Вот я Перед выходом к вами Естественно волновалась Естественно было Это нормально Перед сценой Сценическое волнение Это нормально Абсолютно Наоборот То что придает Какой-то тонус И так далее Вот страх Все-таки слово плохое Потому что страх И удовольствие Мне кажется Две вещи несовмесимые Ну есть такие Конечно Мазохисты Наверное Возможно Но в целом Страх и удовольствие Это все-таки Такие разные Мне кажется А вы согласны С теми деятелями Искусства Которые утверждают Что если ты При или в момент Выхода на сцену Или во время Нахождения на сцене Не волнуешься Надо уходить С профессии Есть такие люди Я вообще против Каких-то категоричных Заявлений Нет 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 Все Хорошо Следующий вопрос Ждем его появления Почему во всем мире Нет аналогов Вашему коллективу А кто его знает С одной стороны Это здорово Нам это очень нравится Что нет аналогов Не знаю У меня нет ответа На этот вопрос Но это По-моему это факт Может быть сложно Собрать действительно В одном месте В одном городе Такой вот коллектив добрый Скажем так Я мечтала об этом Коллективе Мечтала Но скажем Лет 20 или 30 назад Действительно Это было невозможно Собрать Потому что правда Вот реально Не было играющих Тромбонисток Играющих здорово Там тубисток Не было девочек Сейчас просто Вы знаете Сама жизнь подсказала Что действительно Женщины Они стали Очень успешны В областях Во многих В жизни Вот так Так произошло Что вот наступило время И вот эта идея Реализовалась Очень здорово А сразу хочется У вас уточнить А сегодня есть Может быть Самый редкий Инструмент Я имею ввиду Тот инструмент Которым владеет Женщина Вот вы сказали Не было тубистов Да Сейчас Есть ли какие-то Тубистка у нас есть Мы на нее молимся Естественно Понятно Что тромбонистки Вообще В целом Они есть Конечно Их много Но вот такие Действительно Здорово играющие Вот у нас три Они в нашем оркестре Это связано с тем Что женщины Не так любят Или почему Они такие непопулярные Или действительно Сложно владеть С этим инструментом На ваш взгляд Потому что Кого больше всего В музыкальном мире Я прошу прощения Вот например Даже аккордеонистки Да Вот у нас есть аккордеонистки Да Ну вот аккордеон весит 25 килограммов Извините за нюанс И вообще у нас аккордеонистки Кстати вот так получилось Что уходят в декрет Потихонечку Бывает такое Надо заподозрить Это возможно Этот музыкальный инструмент Больше всего нравится мужчинам Да Просто потому что Ну тяжело Действительно тяжело То есть вот Но если дирижер Может вообще в декрет Не уходить Понимаете Вот как меня вот просто Выпихнули туда буквально Да Вот А Потому что я как-то Чувствовала себя легко И вообще совершенно Вот не хотела Никуда уходить Вообще да Прерваться А вот Действительно Ну тяжело держать С дыханием это связано Какие-то вот такие Наверное моменты Да А кого больше всего Сейчас скажем так В музыкальном мире Женщин Да Женщин музыкальный Какой самый популярный инструмент Ну мне кажется Струнницы У нас Струнницы очень Здесь нарфистки В основном женщина Хотя конечно Бывают замечательные И там конкуренция Получается выше Если какая-то Из представительниц Полупрекрасного Которая сейчас Наблюдает за нашим Расследованием Подумает А может быть мне В этот оркестр Наверное туда не пробиться Нет Но их правда и больше И там Даже Габаисток Две-три У нас в оркестре А например Скрипачик Там первый скрипач Десять человек И больше И вторых Поэтому А вот интересный вопрос Пришел С кем из мировых Режиссеров Вы хотели бы поработать? Есть ли у вас список Возможно Таких список Мечты? Вы знаете Так вот Из режиссеров Ну Я была в восторге Вот Где-то Какое-то время назад Петр Конвичный В Большом театре Ставил Летучего голландца Вот мне было бы Очень интересно С ним поработать Например Из наших Ну вообще Мне вот Каким-то образом Не знаю Мне было бы интересно С Валерием Тодоровским Уже упомянутым Потому что Он очень Творческий человек И я Вы знаете Какое-то его мировоззрение Но очень совпадает С моим мировоззрением Вот понимаете И очень какие-то вещи Многие я Беру Вот вы говорите Что-то Вот если что-то нравится Я иногда беру В свою какую-то практику Именно его Какие-то умозаключения Мне очень Очень интересно Следующий вопрос Прошу вывести на экран А он уже готов Как вы работаете В тандеме С режиссером постановки Бывают ли конфликты Но мне кажется Третий вопрос Кто решает Все-таки Кто главный За кем Последнее слово Последнее слово За Чтобы это все Работало на результат На результат И Вы понимаете Любые какие-то Такие дрязги Конфликты Это все же Понимаете Сказывается на результате Это все потом Почувствует зритель Понятно Что существуют Какие-то рабочие моменты Это все Это нормально И можем разлететься В сторону Все это нормально А потом Дружно встретиться И опять работать дальше Конфликт Конфликту рознь Понимаете Вот Ну какая-то Есть когда группа Как лебедь Рак и щука Постановочная То это Это сразу видно На премьере И этот спектакль Недолго живет потом Понимаете Когда вот такая ситуация В вашей жизни Были такие моменты Как вы их решали Потому что это Интересный кейс Я думаю Для многих Не только же в музыке Бывает лебедь Рак и щука У меня такого момента Не было Все-таки Вы знаете Всегда подбирается Группа Какая-то Которая вдохновлена Идеей Которая вот Горит Этой идеей А давайте Может быть Нашей публике Да Пожалуйста Есть ли вопросы Еще мы с удовольствием Да Дадим право Молодому человеку Задать свой вопрос Как вас зовут Добрый день Меня зовут Павел Волонтерская рота Вы сказали То что Ваша профессия Требует Предели концентрации И очень большой отдачи Это тратит Очень много времени Вы Также вы сказали Что вы счастливый человек Для этого Необходимо Также уметь Совмещать И другие сферы жизни Такие как семья И вот вопрос Как вы смогли совместить Успешную карьеру Семью и гастроли Спасибо Спасибо большое Конечно Карьера 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 Рознь Спасибо вам на добром слове Понятно Смотря с чем сравнивать Потому что Как сказать Тут конечно Очень важно в жизни Любого человека Это встретить Рядом человека Такого Своего друга Прежде всего Свою любовь В этом отношении Мне очень повезло Потому что Чтобы действительно Рядом с тобой Человек Который тебя понимал Потому что Понятно Что Когда идет Какая-то постановка Да То Меня ни для чего нет Вы понимаете У меня ни для чего нет То есть Я действительно В этот момент Ни мать Ни жена И так далее Но правда Это в общем Длится там Два месяца Скажем Это очень важно Потому что У тебя идет Полная концентрация Вот Полная сублимация Вот действительно Всех сфер жизни Вот на этот результат Все нацелено И очень важно Когда человек рядом Он это Разделяет Он это понимает Вот И когда он Самодостаточен Понимаете Ведь от чего Начинаются какие-то Такие конфликты Если человек Не самодостаточен Если вот ему Что-то не удалось Вот такое вот Понимаете Это крайне важно Это вообще Надо сказать Вот встретить Рядом с собой человека Это великое счастье И вообще Главный момент в жизни Это правда Скажите А дирижер Ксения Жарко Дома Тоже дирижер Или Вы руководите оркестром Вам этого хватает Вы приходите И скажем так Предоставляете право семье Вам в чем-то указывать Как-то Вашу жизнь менять Или вы и дом Так же строга Сложно Надо спросить Конечно Супруга Это Ну часто Я говорю У меня сыну Старшему У меня 12 лет И в общем Он нами дирижер Или вы У нас вообще Нами дирижер Наша трехлетняя дочка Вот мы нашли Дирижера Вот у нас главный дирижер Вот у нас главный дирижер Нашей семье Вот и все И там приходится Действительно Слушаться ее Да мы на задних лапках Перед ней Ну что ж Друзья Мы будем рады Услышать очередной вопрос Из зала Да Важно сразу два Вот молодому человеку Как вас зовут Здравствуйте Меня зовут Сергей Волонтерская рота Под вашим руководством Было 40 с лишним Оркестров Причем из разных стран Китай Корея Индия Также вы активно Сотрудничаете с Будапештским театром Опереты Так вот Как вам удается найти Диалог с артистами И музыкантами Когда разница Не только в языке Но и в менталитете Спасибо Замечательный вопрос Вы знаете Что касается языка То это Извините Я прошу прощения Я наверное уже старая Но это советская Спецшкола по английскому Меня вот так учили раньше Что ни одного репетитора По языку не нужно было брать Вы понимаете Вот к любому оркестру Там не знаю В Колумбии В Шри-Ланке Там не знаю В Корее В Венгрии Ты говоришь по-английски Они тебя все понимают Понимаете Вот так учили раньше Так учили Вот Разница в менталитете Безусловно есть И она очень симпатична Ну например Один из оркестров Которым я Люблю работать Это оркестр В Мумбаи Находится Который еще Основал папу Великого дирижера Зубина Меты И это оркестр Он любительский То есть там Вы знаете Есть такая Есть такой Тата Миллиардер Ну видели машины Тата Он просто выкупил Часть Аравийского моря Засыпал И сделал там Центр искусств Огромный Где залы Там он фрески Чуть ли не из Венеции Туда вез В общем такой энтузиаст Любит Бетховена К сожалению Недавно он умер И вот этот оркестр Индийский оркестр Естественно люди Непрофессиональные музыканты Они Значит работают Где-то в банках В банках В крупных компаниях Топ-менеджеры И у нас репетиции Всегда с 6 Где-то шли утра До 8.30 А в 9 Они отправлялись Вот на службу И я к чему веду Что насчет Разницы менталитетов Как вы знаете Да ну мы киваем вот так Да А индийцы Вот такое Вот такое Я значит этим И плюс они такие Немножко неторопливые Поэтому Болторнистам Я говорю Дорогие друзья Вы немножко опаздываете Здесь со вступлением Вот они пока Вот это все свое Сделают эти штуки Опять опоздали Вот и так далее Вот такие вот Всякие моменты Естественно Очень комические Смешные есть Но язык дирижирования Он максимальный Или тоже возможно Случайно Вы можете сделать Какое-то движение телом А кто-то может понять Это как-то по-своему Ну вот Покачивание головы Ведь это тоже важно Вот знаете Еще вот мне напомни Своим вопросом Вот я дирижировала Стокийским молодежным оркестром Япония Вот казалось бы Действительно страна Там Знаете Такая живопись Так все тонко Так все изящно Но у них Вот знаете У меня было мое ощущение Правда это был Один у меня был проект Один раз может быть Просто такой У них Вот мы В основном работаем На образах Вот у нас быстрее Для того чтобы Например Нужным штрихом Сыграл например Да скрипач Очень важно Образное мышление У нас очень развито Вот если ты точно скажешь Какой тебе нужно Пример такое звучание Как вот там-то Например Все сразу человек схватывает Это быстрее Чем ты рассказываешь Вот так вот здесь Вот такой-то частью Смычка И так далее В Японии Это не действует вообще Вот ты если скажешь Что там Флейте там Сыграете там Не знаю Как пение Райской птички Там вот Вот у вас На фудзи Значит Заход солнца И вот Значит Она там Они вообще не поймут Они Причем Понятно что это Идеальный оркестр В плане подчинения Да Потому что Что бы ты ни говорил Ты просто для них Учитель Да Бог Да Но при этом Они переглядываются Потому что Они в шоке Они в шоке Компьютер Компьютер завис Как это так Маэстры Которому они верят Каждому слову Говорят Это какой-то птички А они смотрят Птички-то нет В нотах Да Вот Вот есть Безусловно Разница Менталитета И как Если не секрет Вы выходили Из положения В случае Подстраиваешься Подстраиваешься Да То есть приходится Прямо объяснять Да Ага Не видел птичку Давай я тебе со свечком Вот еще Тоже такие Вот эти симпатичные гастроли Я Раз в шесть В году До пандемии Ездила в Колумбию В Латинскую Америку Вот Причем Как Можно Есть у нас Конечно Причем Вы знаете Вот В жизни бывает Случай Случай Вот у нас в Москве Проходил одно время В 2000-х годах Фестиваль Симфонических оркестров мира А я тогда работала В Московском театре Аперетты И прямо напротив Переходила дорога В колонном зале Каждый день выходил Новый оркестр Мировой И играл И я на все это ходила Там все очень замечательно И был один раз Такой вот случай Что я вышла с репетиции И тут что-то мне Собираясь на Симфонический оркестр Колумбия Пойти Но тут мне что-то звонит Там мой супруг Говорит Ксения И у нас есть возможность Себя забрать В общем я что-то успела Вбежать А я же Тогда было молодое существо И я пыталась Диски какие-то там Ну раскидывать Тогда еще диски Там раскидывать Там кому-то Там импресарио В случае Там что-то Где-то тебя увидит И так далее И как-то Это все Как-то не срабатывало А вот Однажды был Симфонический оркестр Колумбия Я помню Я забежала Еще даже не успела Программу посмотреть Какую играют Я забежала В гримерку К дирижеру Там мистера Там маэстро Я его поздравила Говорю Фантастика В перерыве Фантастика И значит Быстро Ему диск Какой-то Сунуло И убежала Меня взяли Я даже Был случай Когда на концерт Не взяла И было Какое было Мое удивление Что он посмотрел Диск И с тех пор Меня стал Приглашать В Колумбию И до пандемии Шесть раз в году Я там была И вот В частности У них был Локдаун Жесточайший В отличие от нас Потому что у нас Там месяца три Примерно А потом потихонечку Четыре Начала жизнь Все-таки просыпаться А у них где-то Год они не работали И наш концерт Был первым После локдауна Вообще У меня было Ужасающее Такое впечатление Потому что я помню Нас там всегда Сели в потрясающий отель И когда Была жизнь роскошная Все И тут Ты узнаешь Знаете Как в Титанике Вот Очертания Ты знаешь Наизусть Весь этот отель А жизни уже нет Вот такое ощущение Что как будто После бомбардировки Ты вот въехал Вот это вот было После пандемии Просто жизнь Вот закончена Все люди боятся Вот так вот Все вот так вот Они же еще Очень исполнительные люди Ну вот И у нас был концерт В Колумбии Недавно Вот И тоже Вот у нас была запись Нашей трансляции Так я почему-то еще На Колумбии заговорила Что там Понятно Что эта страна опасная В плане преступности В плане там Наркотиков И так далее Когда едешь в Колумбию Это особое конечно Путешествие Потому что Вы понимаете Я с тобой везу Килограмм То есть не килограмм Чемодан нот Там значит Партитуры Там партии для оркестра И какая предстоит А они же Вот в Франкфурте На майне Проверяют Буквально Каждую страницу То есть какая работа Всегда у бедных Мне их жалко У пограничников То есть они начинают работу Я например Час занимаю их внимание Потому что они Каждую нотину Проверяют Просвечивают На предмет Каких-то там Запрещенных Каких-то препаратов И так далее Потом наконец Надоедает им Они там бросают И так далее И вот в Колумбии Это государственная Программа Такая есть Для того Чтобы детей Отвлечь От всяких Нехороших вещей Они очень много Денег выделяют На музыку И на спорт И у нас На всех наших Репетициях Всегда полно Людей Школьников Которые не с гаджетами Сидят А сидят с партитурами Как вот раньше было С партитурами Слушают Вот репетиции И они очень В это очень большие Деньги вкладывают И это имеет свой успех Колумбия Она все развивается И развивается Это здорово Вы вновь коснулись Чуть-чуть темы спорта Хотел вас Еще такой вопрос Вам задать Вопрос конкуренции Вы говорите Что у вас наверняка Есть Что называется Как в спорте Запасные игроки Как эта проблема Решается в оркестре Понятно Что в спорте Иногда человек Можно сказать Так Ну ты просто Лучше физически готов Ты лучше морально готов Условно Ты знаешь Как забивать Этому вратарю Пожалуйста В случае С симфоническим оркестром Как вы определяете Лучшую степень Готовности Того или иного музыканта Как вы делаете выбор Насколько это непросто Возможно Вам каждый раз Ксения Стартовый состав Еще не определен Или вы заранее знаете Что все Мы туда едем Там условно Первой скрипкой Будет эта девушка На флейте Будет играть Эта девушка Ну и так далее Ну вы знаете Вообще в оркестре За каждым музыкантом Закреплена Определенная роль То есть Есть Духовики Есть первачи Которые играют Первый голос А есть Те Кто в группе Играют А есть вот регуляторы Поэтому на случай Болезни первача Вот он может выйти И сыграть И так далее Поэтому тут все Иерархия такая Уже выверенная годами И столетиями Так скажем Поэтому тут все просто Профессиональное слово Хорошее Болезнь первача У нас первая Заболит Друзья Я видел Были еще руки Да пожалуйста Ваш вопрос Спасибо большое В голове на самом деле Очень много вопросов Но самое главное Можно сформулировать Какие может быть Особенности Как раз таки Вот этой Организационной культуры Внутренних правил Вот в вашем коллективе Потому что вы назвали Его очень таким Теплым Мне интересно Есть ли у вас Какие-то особые Свои так фишки Потому что вот И может быть Отношение музыкантов Как раз таки К своему инструменту Потому что Я сама на флейте играю И вот лично я Когда училась Я с флейтой Чуть ли не разговаривала Я и имя давала У вас И мне интересно Это только у детей Которые учатся В музыкальной школе Или это Во взрослой жизни Это просто с тобой Идет рядом И у тебя Там флейта Скрипка По имени И ты ее чуть-чуть ударила Господи Ты перед ней извиняешься Если честно Лишь бы хорошо играла Да вы собственно говоря Все уже рассказали Действительно Инструмент Это Это родное Это часть Музыканта Тебя Это само собой И в частности Я помню Когда Случился Нордост И брат моего мужа Он кларнетист У Владимира Спивакова И только это все произошло И еще не было оцепления И Борев первую А у нас очень много было друзей Играли в Нордосте В оркестровой яме И дирижер мой знакомый И так далее И он прежде всего Когда это услышал Говорит Так инструменты надо спасать И он побежал Побежал Пока еще не было оцепления Собрал там Футляров 18 принес И у нас В течение Там какого-то времени Приходили люди Забирали У нас вот эти были Из Нордост И лежали там 18 футляров С инструментами Дома Несколько месяцев У нас Все время Народная тропа Она вот не прекращалась Потрясающая история А еще был Тоже такой случай Вот вы говорите Там Вот я была Ну совсем Юная такая Девчоночка Совсем Малявка Вот И у нас Практика В консерватории Проходила С оркестром Министерства обороны Значит И там Какой-то был Клорнетист Который Вот такой Вот Что-то у него В какой-то шило В одном месте Что такое И он у меня Значит Ну тоже Это очень полезно Для дирижера Он еще расслабится Иначе Как тренажерчик Был все время Мне какие-то такие Вот Вставлял Что-то ему И вот И в частности Как-то один момент Для него Это была Скажем Нагрузка Наша Наша Практика Наша Дирижерская С этим оркестром И он как-то В один момент Обнаглил И сказал И сказал Ой все Я ухожу Раньше времени Все у меня Нордост Нордост Все я побежал На Нордост Нордост В общем так вот Даже он раньше времени Встал как-то и ушел Был такой Ну потому что К студентам Такой вот Да И вот К сожалению Вот он Нордосте Вот Скончался Как раз Вот Стремился Нордост И вот С ним это произошло Несчастье огромное Да Так к сожалению Бывает в жизни Что касается Отношения к инструментам Как вы относитесь К музыкальным фестивалям Которые проходят на открытом воздухе В Петербурге Исти опера Всем И еще целый ряд Музыкальных фестивалей Ведь насколько я знаю Не каждый музыкальный инструмент Любит например Влажность Дождливую погоду Еще что-то Ведь Мы на небесную канцелярию Повлиять не можем Но она может Повлиять на оркестра Ну вот вы знаете Я рассказывала вам Что у нас вообще Приходилось играть В тяжелейших условиях Да У нас в 2014 году Нас пригласили Да Лучший город зимы В Наше Православное Рождество 7 января Работать На свежем воздухе В течение часа Исполнять Вальсы всех времен Народов И Значит у нас там Есть запись такая Что мы живьем играли И Рядом Тепловые пушки Так не знаю Всех Нам наших Девушек В термобелье Вот да И уши Закрыты Вот этими Какими-то наушниками Да вот такими В смысле вот такие вот Меховыми Меховыми Да 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 Ну понятно Что там по-разному Кто-то там Не знаю В кулису Чтобы двигалась На холоде Там что-то типа Водки наливал Там какие-то такие Такие свои Но все Главное что я удивилась Что никто Все согласились На это мероприятие Да и никто Не заболел Главное Вот я очень Ну и Господь Бог Тоже смилостивился Он не дал Отрицательной температуры Мы работали При плюс 10 Но в течение часа Живьем играли вальцы А что для вас страшнее Низкая температура Или жара наоборот Вот если брать Две крайности Перепад температуры Перепад температуры А если пригласят И влажность На северном полюсе Выступить Или где-нибудь Рядом с Килиманджаро В Центральной Африке Влажность Все это Особенно Вот на Деревянные духовые инструменты Естественно Тоже это все И на струнные Но тут все Безусловно Вы зрите в корень Ну что же Я в финале Короткий блиц Буду задавать вам вопросы Как человек Не имеющий Профессионального Музыкального образования Есть всего два Варианта ответа Что вы выберете Форте или пьяно Я не И форте и пьяно Хорошо Мажор или минор И мажор И минор Хорошо Тогда самый сложный вопрос Мидиес или фа Раз вы выбираете И то и другое Мидиес или фа Мидиес поинтереснее Мидиес поинтереснее Ну что же Спасибо большое Давайте поаплодируем Ксении Жарко Мы были очарованы Беседой с вами Спасибо большое С нами был художественный руководитель И главный дирижер Женского симфонического Оркестра Друзья Аплодисменты